Я попытаюсь прожить 10 стадий заморских монстров, начиная с бутылочного чудовища, заканчивая ктулху или даже электроакулой, пока моя команда будет играть в хардкоре. Первая стадия! Сегодня абсолютно вся карта была затоплена. Я появился в бассейне на крыше заброшенного здания. Надо как-то отсюда выбираться. Вся карта в воде. Что? Что я такое? Это то ли рыба, то ли какая-то пластиковая бутылка. Но ничего, мы еще всем покажем. Вместе со мной на этой карте, конечно же, появилась моя команда. Их главная задача выжить среди хардкорного наводнения. И, конечно же, не дать мне развиться. Ведь если я достигну 10 стадии морских монстров, они моментально проиграют. Офигеть, смотрите, там пираньи. Где это мы вообще появились? Ох ты ж. Среди этих руин уже где-то плавает Димон. Задача наша, как обычно, поймать этого вонючего ютубера. А без чего мы это не сделаем? Без самолета? Без мега суперкрутого пулемета? Правильно. Без ресурсов. Чур, я в воду не полезу. Убивать на сгорание врунт. Давай быстрее, быстрее, быстрее сюда. Ребята, я жив. Все нормально. Музыкант, ты что сел? Дострой до меня просто мост, и я пройду. Давайте добудем первое дерево. Хорошо. Я попал в воду, я попал в воду. И посмотрите, весь город затоплен. Карта сегодня у нас просто огромная. В сегодняшних 10 стадиях вода это моя стихия. Не советую своей команде туда залезать. Или их съедят мои пираньи, или их съем я. На первой стадии у нас было всего два сердечка. А также всего лишь одна способность. Давайте еще залутаем как можно больше зданий. Я думаю, что Зимон сейчас еще мелкая рыбешка, и нам надо этим воспользоваться. Поэтому, Данек, Настя, идете в то дальнее здание, мы с Андреем лутаем это до конца. Итак, нажимаем, и у нас быстрое ускорение. Маневренность на первых этапах для нас это очень важно. Да, в дальнейшем, скорее всего, я буду управлять полностью всем этим океаном. Но сегодня нам нужно приспосабливаться, пока мы не стали достаточно сильными. Так что такая способность нам на руку. Сейчас хотя бы пару ящиков пролутаем, и немного осмотримся на карте. Большая часть самых ценных ресурсов на карте находилась в затопленных подвалах, в затопленном метро и на затопленных улицах, что являлось для меня огромным преимуществом. Ведь кажется, чтобы раздобыть крутой лут моей команде, им придется для начала залезть в воду. Ха-ха-ха! А, нет. Ты откуда вообще взялся? Чё, Бургер, не ожидал меня тут увидеть? Вы думали, я ушел из команды? Ни в коем случае! Капитаном я в любом случае не стану, но выиграть этого Зимона я помогу. Ну, хотя бы так. Что вы думали, под водой есть тоже опасности для меня? Вот это мина. На такие штуки натыкаться нельзя ни в коем случае. Иногда, причем, они очень незаметны. Что мы уже знаем, что я появился в каком-то городе. Он очень большой, потому что я пока его границ не понял. При этом свою команду я еще не видел. Самое, что интересно, вернулся ли томатик к капитанству. Если да, у нас есть риск проиграть. Данюк, аккуратней главное! Знаю, я знаю! Проблем с деревом у нас не будет, его здесь полно, а вот с железом. Ну, те же сказали, будь аккуратен. Ты где? Да тут простроиться вообще без проблем. Под водой куча просто монстров, и сейчас нам туда вообще нельзя. Нам надо использовать преимущество лутать город именно снаружи, а не под водой. Давайте разберем по высотке и облутаем их. Блин, интересно, а бургеры намокают в воде? На первых стадиях у меня было огромное преимущество. Я был маленький, маневренный, и меня было трудно заметить. Чего нельзя сказать о стадиях, до которых нам придется докачаться. Ведь именно благодаря ним мы сможем победить. Смотрите! Окей, я вам расскажу. Это подвал, и причем необычный. В таких подвалах находятся самые крутые ресурсы. Надо иметь в виду, что там могут быть монстры, которые помимо моей команды будут также атаковать меня. Маневрируем как можем, маневрируем как можем. Ладно, обо всего. Так, ресурсы отлично, посмотрите. Топор, блоки, кораллы и еда. Все, сваливаем. Для начала это уже неплохо. Первый день постепенно подходил к концу. Моя команда решила организовать базу на одной из крыш. Там, конечно же, будет более безопасно, чем на воде. Но я думаю, этот дом нам идеально подходит. Он находится посередине всего города. Мы можем простроиться куда угодно. Тут будем строить базу. Данек, давай дерево иди добывай. Чего стоишь на месте? Я уже и так стак собрал вообще-то. Андрей, ты нашел железо или нет? Ну, скрафт мне кирки, тогда я добуду. Да вы что, все прикалываетесь? Короче, я не знаю, как с ними справиться. Я не хочу вами управлять. Мы еще тем более проиграли предыдущий ролик. Поэтому, кто за то, чтобы томат вернулся к капитанству? Я за томат. Ну да, бургер, у тебя что-то реально не получается. Да, томатик будет лучше. Ну, раз все согласны, то почему бы и нет? У меня как раз есть тактика, как поймать Зимона. Все мы знаем, что Зимон это какое-то морское существо. Как победить монстра, который плавает в воде? Правильно, это осушить воду. Без воды он логично не будет никак плавать. Поэтому нам надо примерно миллион губок и достаточно много времени. Кажется, у меня намечалась проблема. Ведь если томатик вернулся к капитанству, это значит, что для меня эти 10 стадий простыми точно не будут. Знаете, надо бы сделать где-то базу. Конечно же, я буду делать ее под водой, потому что... Да, я морской монстр. У меня даже жабры есть. Думаю, расположим вот тут пару ящиков. Это будет мой небольшой такой тайничок. Не думаю, что моя команда когда-либо его найдет. Бургер, ты представляешь, какие там внизу в воде монстры вообще? А что там, ну, какие-нибудь караси, акулы, я не знаю. А что, ты боишься, что ли, в воду лезть? Не, ну, нет, ну, я вам помогать буду отсюда, а вы там уже сами. Новый день. Помимо пираньи на карте появились акулы. Для моей команды это был огромный минус. А для меня же возможность перейти на следующую стадию. Итак, давайте наконец-то посмотрим, что нужно сделать, чтобы перейти на вторую стадию. Собрать 32 коралла. Окей, это вроде бы не сложно, но где я их найду? Мы находимся в городе, я ни одного еще не видел. Знаете, если мы хотим с вами посмотреть на все стадии, которые у меня есть, нам придется это задание выполнить. Вот рисунок. Именно так выглядят крафт-губки, которые нам помогут. Поэтому я всех распределил в команде, кто чем будет заниматься. Настя с Бургером поехали добывать медуз. Андрей занимается нашей базой, а Ефани пошел искать медь. А это, похоже, какой-то наземный монстр. Отлично. Медь нам вообще очень-очень нужна, потому что вот эти вот все подводные костюмы, они крафтятся из меди. Поэтому сейчас, чем быстрее я добуду руду, тем быстрее мы сможем сделать костюмы и исследовать подводное дно. А, погодите, погодите, это Бургер с Арсу на лодке проплыли. Более того, моя команда уже скрафтила гарпуны и была готова уничтожить меня в любой момент. Что вы думаете, друзья, как оказалось, если чуть-чуть отплыть от города, то здесь очень много кораллов. И думаю, что прямо сейчас мы перейдем уже на новую стадию. Осталось буквально чуть-чуть. Есть, есть. Что? Мы превратились в ската? Вторая стадия. Это был смертельный скат. У нас было увеличено ХП, а также теперь у нас было две новые способности. Первой способностью мы могли закопаться в песок. Вряд ли моя команда сможет меня заметить. Так, давайте протестим. Закапываемся. Чуть-чуть сверху видны шипы, но я думаю, что на фоне песка заметить практически нереально. Вторая способность была интереснее. Ядерное облако. Нажимая способность, скат выпускал небольшое облако частиц радиации. Все, кто были в радиусе 5-6 блоков, получали отравление и медлительность. Знаю, знаю, что вы скажете, что, возможно, этот скат не похож на чудище или какого-то суперкрутого монстра. Плюс он, кстати, плавает чуть помедленнее, но я вам вот что скажу. Думаю, что страха в мою команду мы еще вселить успеем. А пока что давайте просто посражаемся с водорослями. Получайте, ненавижу водоросли! Я просто ненавижу водоросли! Мы сейчас с Бургером отправляемся исследовать дно. Снизу какая-то комната. Самое главное, используй дверь, потому что он создает воздушный карман, и мы можем в них прятаться. Заплываем! Да уйдайся, я отстреливаю. Патроны! Так, золотое яблоко зачарованное! Стреляй по рыбам! Так, назови, патроны еще! Это жестко! Это какой-то, получается, первый подводный данж. Надо срочно рассказать команде. Помимо того, что я превратился в нового морского монстра, я совершенно не заметил, как уровень воды на карте поднялся на один блок. А, смотрите, уровень воды поднялся на один блок. Отлично! Наверняка, чем круче у меня будет стадия, тем больше будет воды, а это значит, что у моей команды будет меньше возможностей выживать. Интересно, где они сейчас? Бедненькие, вокруг вода, нет суши. Тут какие-то зомби. Похожие монстры у нас не только под водой. Я прикрою, вы лутаете тут все. Еда, патроны. Давайте быстрее, нам еще дома другие лутать. Удивительно, но именно в этот момент я находился в 50 блоках от своей команды. Еще бы чуть-чуть, они бы меня точно заметили. И тогда бы ролик моментально закончился. Если посмотреть на всю карту, город являлся всего лишь небольшой центральной частью. В этом мире было огромное количество дополнительных локаций, затонувшие корабли, научные лаборатории и станции, даже упавший самолет. Это моя команда, и она явно пытается меня найти. Чтобы перейти на следующую стадию, нам необходимо пережарить огромное количество ламинарии. И я думаю, что в этом городе становится очень напряженно. Так, ну я вижу три сундука, только там проблемка небольшая. Там акул много. Я думаю, что там реально крутой лут, но для этого как раз нам и нужны губки. Поэтому предлагаю сейчас пока что не рисковать, а потом прийти с губками и спокойно залутаться. Ну, губки это, конечно, хорошо, но может быть мы их в качестве пониманки бургер им отдадим? А что, идея? Иди сюда! А-а-а, отстань! На секунду отверчемся от нашего ролика. У меня есть вопрос. Любите получать бонусы за покупки и разные приколюшки? Тогда смотрите. С 13 ноября 2024 года по 28 января 2025 года в магазинах сети Магнит начинается новая акция «Игрушки и кружки», в которой можно приобрести товары с героями коллекции от 159 рублей с применением карты Магнит Плюс из приложения и необходимого количества цифровых магнитиков. У вас есть возможность собрать коллекцию из четырех героев принцессы, черепашки, утки и дракончика. Каждый персонаж выполнен в виде кружки, а также игрушки. В оригинальном дизайне в стиле 8-битных рисунков. Высота игрушки 7 сантиметров. Сверху на ней расположена резинка-петелька. Таким образом, игрушку можно носить с собой как брелок. Кружки имеют же оригинальную квадратную форму объемом 300 миллилитров. Как же их получить? Все очень просто. В рамках акции «Игрушки и игрушки», как я и говорил, с 13 ноября 2024 года по 28 января 2025 года за покупки с картой Магнит Плюс вы получите Один цифровой магнитик за каждые 250 рублей в чеке в Магниту Дома и Магнит Аптека. Два цифровых магнитика за каждые 500 рублей в чеке в Магнит Семейный, Магнит Экстра, Магнит Опт и Магнит Косметик. Цифровые магнитики также выдаются за покупку товаров участников, независимо от суммы чека. А еще с 13 ноября по 3 декабря ты сможешь выиграть купон на игрушку или кружку за 1 рубль. Или другие призы, играя в игру в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. Совершайте покупки в Магните, получайте магнитики и приобретайте коллекционные игрушки. Приятных вам покупок. Для меня сейчас более стратегически важно будет из этого города свалить и постараться как можно больше подняться по стадиям. Да, я знаю, вы скажете, что моя команда залутает тут абсолютно все подвалы и метро, но я думаю, у меня нет другого выбора. Сваливаем. Таким образом, абсолютно без контакта со своей командой, я решил отплыть в сельскую местность. Всегда мечтал отправиться куда-нибудь далеко от города, просто собирать водоросли, которые я просто ненавижу. Сегодня не так сильно. У меня же жабры, вы забыли. И насладиться спокойствием загородной жизни. В это же время моя команда продолжала меня искать, а самое главное, начинала лутать затопленные подвалы. В некоторых домах есть вот такие подвалы, где очень топовый лут, но проблема там много рыб, так что лутаемся вместе. Данёк, лутаешь сундуки, а мы тебя прикрываем. Раз, два, три, поехали! Вперёд! Ой-ой-ой, как их тут много! Не забывайте про кислород! Тут в сундуке было кирка и шлем. Патроны и золотое яблоко. Конечно, схема с дверьми рабочая, но нам уже надо делать акваланги. Иначе как мы собираемся поймать Зимона? Собрав кучу ламинарий и переплавив её, мы смогли перейти на третью стадию. Окей, ребята, я перешёл на третью стадию! Третью! Я даже полюбил водоросли. Нет, это была шутка. Я их всё так же ненавижу. Офигеть! Мы превратились в краба! Знаете, а что это у него такое? Это какие-то баллоны? Ё-моё, это баллоны! Это настоящий джет-пак! Как вы знаете, крабы не особо-то в реальной жизни могут плавать. Но только не в нашем выживании. Особенно, что касается ядовитого краба. Знаете, если про две предыдущие стадии я бы сказал, что они милые, то такого краба, встретив под водой, я бы уже подумал. Хочу ли я вообще в этой воде оставаться? На стадии краба у меня было два сильных преимущества, которых не было до этого. Первое, это урон с руки. Теперь я наносил аж 10 сердечек урона, что в теории обозначало, что я мог дать отпор своей команде. И второе, это защита. Так как краб имеет панцирь, он получает на 70% меньше урона. Я залутал вот эти вот башеньки и нашёл кучу меди. Нам осталось её переплавить, и мы сможем сделать костюмы подводные. А чё, сколько костюмов сможем скрафтить? Ну, примерно два. Отлично, Данёк, иди переплавляй медь. А мы пока что сейчас доделываем базу. Окей, ребята, краб это не рыба, которая может быстро плавать и в принципе плавать, но зато теперь я могу дать сдачу. Мне интересно, что мне надо сделать, чтобы перейти на четвёртую стадию. Необходимо иметь 9 ячеек брони. Ага, я понял. С этим заданием нам стоит поторопиться, потому что если я буду бездействовать и не атаковать свою команду, то она станет намного сильнее и прокачанней. Так что ищу быстрее пещеру и делаю броню. В то время, как я искал пещеры, моя команда сделала уже два акваланга, что даёт ему огромное преимущество. И остался только шлем. Хочу вас, ребят, поздравить. На мне один дайверский комплект, и у меня есть ещё один в руках. Я думаю, будет правильным отдать один костюм тому, кто по факту нам их искрафтил. Я поплавать хотел. Ты чё, дурак? Окей, пещерка, тут какие-то монстры, монстры. Хорошо, что когда играешь за храба, тебе даже оружие не нужно, потому что ты можешь просто так взять и с руки их фигачить. Окей, нас интересуют больше всего железо и, самое главное, алмазы. О, вот и они. Мы нашли очередной данж. Давай потихоньку спустимся в него. Это, похоже, метро. Это что? Офигеть, они огромные рыбы. Не-не-не-не-не. Видимо, пока нам сюда рано. Пойдём тогда подвалы лутать. Если смотреть по графику развития, моя команда сильно превосходила меня. Пока что я никак не мог им противостоять. Но и они меня тоже не доставали. Это шло в большой плюс. Вот, я тут сделал небольшую ферму ниток. Она нам очень пригодится для губок, так как губки состоят из шерсти. А овец мы здесь нигде не найдём. Поэтому я нашёл спавнер пауков и соорудил небольшую автоферму. Ферма реально достойно выглядит. Только ниток-то нам надо очень много, поэтому кто-то должен постоянно добывать. Ну давайте я тогда этим займусь. А мы тогда пока добудем слизь. Алмазный нагрудник у нас есть, окей. За это время я смог накопать только на алмазный нагрудник. С такой скоростью я вообще не прокачаюсь. Я думаю, нам нужно залутать какие-то данжи. И действительно, на нашей затопленной карте было очень много различных локаций, которые мог лутать я, а также моя команда. И следующий данж, который я заметил на дне, это был затонувший корабль. Я вижу корабль, давайте туда. Пока у нас не так много губок, мы будем использовать песок. Сначала мы сделаем ограду в воде, а потом при помощи губок мы осушим территорию. Таким образом мы сможем лутать подземные данжи. Что там есть вообще? Меч какой-то топовый из очарованной яблоки. И какой-то автомат крутой. Губки-то не забывайте, нам их еще сушить надо. Такого поворота я точно не ожидал. Моя команда начала осушать океан, что в теории могло меня полностью остановить. Ведь я абсолютно не могу дышать без воды. Корабль как корабль. Так, смотрите, здесь есть монстры. Вы со мной дружелюбные или недружелюбные? Понятно, недружелюбные. Но вы забыли, я краб и я могу летать. На корабле я нашел еще немного железа, алмазов и золота. Но было понятно, что большую часть ресурсов можно было найти в огромном затопленном городе. Ни одной секунды я терять не стал. И решил все-таки отправиться туда. Заодно посмотрю, как развивается моя команда. А возможно, даже смогу помешать их развитию. У нас тут очередная комната. Давайте залутаем. Только давайте недолго. Ребят, подойдите, я что-то увидел. Карта у нас сегодня просто огромная. И как вы понимаете, команду тут найти мою намного труднее. А вот, смотрите. Вот этот ящик мы лутали или нет? Давайте я простроюсь, посмотрю. Давай там аккуратней, бургер. Ты что, я все знаю, что я делаю. Кажется, к нам спускается бургер. Ждем. Сейчас просто ждем. Сейчас просто ждем, пока он к нам подойдет. Да, тут ничего интересного. Все, погнали. Бургер, как тебе такое? Ё-моё, это что за краб? Ай-яй, ладно, уходим. Ой-ёй-ёй, стреляют по мне. Эй, ребятки, вы чего? Я же всего лишь обычный краб, правда, который умеет летать. В смысле, краб летает? Это что такое? Я такое первый раз вижу. Он уходит, ребята, давайте стреляйте. Ладненько, мы достаточно просто от них свалили. Плюс урона я еще очень много поглощаю. Мне кажется, мы их конкретно напугали. Одна из моих тактик, по факту, это давить на них психологически. Чтобы они думали, что уже проигрывают. И действительно проиграли. Увидев такого краба, я бы уже вышел с сервера. Алло, я спускаюсь. Ты его упустил. А я что в воду пальцы с аквалангом? И где он теперь будет? Окей, пойдемте домой. В ближайшие дни мне предстояло залудать очень много домов. Найдя нужное количество алмазов, я перешел на следующую стадию. Четвертая стадия. Это был предвестик апокалипсиса. Уровень воды значительно поднялся. В воде появились новые монстры. Теперь моей команде будет сложнее. Уровень воды значительно поднялся. Зимон перешел на четвертую стадию. Фига, вода поднялась. Такими темпами нашу базу скоро затопит. Проблема заключается в том, что у нас всего лишь сейчас два скафандра. Если у нас не хватает ресурсов, тогда давай мы с бургером пойдем тут в завод полутаем. Вы лутаете завод, а мы с Даньком пойдем исследовать подвалы. Появление этого монстра это сигнал о будущих апокалипсисах. Выглядит он максимально злостно. Имеет 8 сердечек ЭП, а также 2 супер крутые способности. Первая способность это крик. Все, кто попадают под радиус этой способности, не могут двигаться 5 секунд. А вторая способность является легендарной. Ведь благодаря ней мы превращаемся в существо на ногах. И можем бегать по суше в течение двух минут. Вот это другое дело, ребята. Я скажу так. Все, что было до этого забудьте. Это действительно самый настоящий морской монстр. Пусть пока и небольшой, но зато какие у нас способности. Я считаю, что теперь мы можем организовать базу прям посреди города. Этого затопленного города. Сами вдумайтесь, мы становимся сильнее с каждым днем. Мне уже интересно, что моя команда будет предпринимать для того, чтобы меня остановить. Ух ты ж, ё, но если мы сюда пораньше пришли, он не настолько был бы затопленный. Давай я тебя сверху прикрою, ты там сам внутри плутаешь. В смысле, что это такое? Ты меня сам сюда позвал и сам заднюю даешь сейчас. Вот, смотри, как я тебя могу прикрывать. Короче, понятно. Самое главное, идти на медь. Но я не знаю, где она здесь находится. Ой, эй, эй. Уйди. Андрей, а где прикрытие? Все нормально. Эти блоки нам надо явно собирать. Из них можно, наверное, медь сделать. Еще видишь медные блоки сверху там, Андрей? Вот, прям подо мной здесь есть. Также в этот день появились новые данжи. Это были водяные деревья. Если ты увидел такое дерево в мире, то под ним 100% будет две вещи. Первое, это мега опасная локация. А второе, это куча монстров, которые там обитают. И с каждым днем этих деревьев будет становиться все больше и больше. Чтобы перейти на пятую стадию монстров, мне необходимо было вывести как минимум одного участника моей команды из игры. Я начал готовить план. Я знаю, где находится их база. Я примерно понимаю, по какой тактике они работают. Некоторые просматривают конкретно воду. И знаете, неплохо так просматривают, потому что вода круто просвечивается. А кто-то в этот момент лутает ресурсы. У меня появляется чувство, что они собираются залутать абсолютно весь город, чтобы мне ничего не досталось и чтобы скрафтить самую-самую крутую броню, которую только можно. Наш план, как обычно, прост. Мы будем ждать, пока кто-то выйдет на вылазку. Офигеть, ты видел это дерево? Впервые вообще такое вижу. И под ним монстры. Осторожно, они какие-то огромные. Давай, я на себя их отвел. Давай, давай, иди лутай. Подводный шлем и динамит. Еще меч подводный какой-то. Кости. Меди здесь нет. Похоже, надо искать в другом месте. Пока я с этими разберусь, плыви дальше. Смотрите, смотрите. Настя на базе вообще никого ряда нет. Это мой шанс, ребята, победить сейчас с Настю. Включаем первую способность, вторую. Давай, давай. Отлично, все, минус Настя, отлично. Теперь сваливаем. Команда потеряла одного игрока. Это было Арсу. А все потому, что они не ходили группой. И я смог их подловить. Потеря Насти, это, конечно, жестко. Но нас все-таки осталось еще четыре. И мы просто не должны делать таких же ошибок. Бургер, сколько вы с Андреем нашли меди? Ну, мы нашли, я думаю, на один костюм хватит. А вот на два я не уверен. Наша вообще сейчас основная задача, это сделать каждому по костюму. И у меня есть еще одна идея, как все-таки мы можем выиграть Зимона. Буквально через две минуты я перешел на следующую стадию. И это был Вестник Цунами. Пятая стадия. Выглядел он достаточно необычно. Здоровье у него было 10 сердечек. И было две способности. О которых я расскажу вам чуть позже. Ух ты, посмотрите, такого не было еще. Мне предлагают выбрать, при помощи какого задания я перейду на следующую стадию. Первое, это собрать ядерную энергию. А второе, запустить 10 цунами. Я скажу так, первое задание звучит как-то непонятно. Тут даже непонятно, что нужно будет сделать. А вот цунами, думаю, с этим я смогу справиться. Это было невероятно новое дополнение в формате 10 стадий. Еще раз напомню, что у нас никогда не было выбора, через какое задание переходить дальше. На картах появились цунами. Оно может сметать все на своем пути. Это очень плохо. Ладно, сейчас прибегу домой. И будем решать с командой, куда переселяться. Либо на самое высокое здание, либо вообще пойдем под воду. Так дело не пойдет. Давайте попробуем наши способности. Первое, я нажал и какие-то координаты появились. Что там на них, я не знаю, мы просто их запишем. Вторая способность. Вау, это цунами. Ё-моё. Ну как вы можете понять, конечно же, так часто нажимать на кнопку я не смогу. Видимо, мы можем эту способность использовать время от времени. Как раз таки против моей команды. Поскольку пока что мы цунами больше использовать не можем, предлагаю построить какой-нибудь дом. Ну, конечно, он будет подводный. Чтобы команда не видела, не сувалась туда, и я мог там спокойно находиться. В то время, как я выбирал место для дома, моя команда придумала супер способ, как осушать большие пространства. Какие у нас сейчас планы? Мы разбираем полностью наш дом, чтобы переехать отсюда. Потому что цунами, не цунами. Нашего дома может быть и не быть. Но это не самое важное, что я хотел сказать. Вы посмотрите, какой крафт мне дали. Он называется Мегагубка. И для него нужны вот такие вещи. Может, крафтишь и попробуешь, как она используется? Давай я попробую. Давайте попробуем её поставить прямо здесь. Прыгаю. Ё-моё. Офигеть, она огромная, ребят. Нифига себе. Ну, такими темпами мы весь город очистим. Строя свой небольшой дом, я даже не догадывался, что они делают в городе. И как потом мне будет сложно с ними бороться. Что самое главное, на базе морских монстров. Конечно же, панорамный потолок. Чтобы наблюдать за тем, кто проплывает надо мной. А мне кажется, это интересно. Конечно же, надо будет сделать склад и, конечно же, ферму. Я предполагаю, что на это уйдёт несколько дней. Вот именно это место мы с Даньком тогда не пошли исследовать. И мы предполагаем, что это метро. А чё вы испугались-то тут? Чё не пошли лутать? Да вот рыбы тут огромные! Это что за... Какая-то пушка, два ведра воды. Тут какой-то ещё вагон остался. Бургер, давай залутывай. Хорошо, что мы это место быстрее зимы назалутали. Потому что тут куча полезных предметов. Пишите обязательно в комментариях свои какие-то идеи по поводу следующих 10 стадий. Потому что по факту мы можем сделать абсолютно всё. И зомби были, и роботы были. Сама задумка 10 стадий предполагает, что мы можем сделать абсолютно любых существ. Кто напишет самую креативную идею в комментариях, того мы возьмём в следующий ролик 10 стадий. И, кстати говоря, дом я практически закончил. В общем, у нас появилась гениальная тактика. Мы сейчас тут всё застроим, как будто бы у нас тут вообще мега крутая база. Когда Зиман будет проплывать, он подумает, что это наша основная база. Да, и таким образом мы его просто обманем. А наша база, я не знаю, где-то вон там будет сверху. Поэтому, ребят, давайте быстренько всё заделываем. И обманем этого вонючего Зимана. Ну если поведётся, я вот губку съем. Используя способность цунами, мы могли наносить разрушение. Пришло время это опробовать на базе моей команды. Итак, сейчас тут никого нету, но ничего, нажимаем, погнали. Окей, мы уже использовали две цунами. И в то время, пока наши цунами будут перезаряжаться, я придумал тактику. Я подготовлю некоторые ловушки для своей команды, которые позволят их просто взять и скинуть в воду. А в воде их ждут такие монстры. Ну да, вы знаете. Пираньи, акулы и ещё может что-то появиться. Используем цунами, делаем ловушки. Делаем ловушки, используем цунами, погнали. Находиться так долго незамеченным я просто не мог. В один момент команда уже поджидала, пока я подойду ближе. Ой, это походу Зиман плывёт. Алё, Зиман, чё, повёлся на нашу старую базу? Чё-то, мать, тебе отсюда не слышно. Если ты хочешь чё-то мне сказать, спускайся в воду и познакомься с моими пираньями. Я к тебе туда слазить не буду. Это твои всё опять эти обманки и так далее, я это всё знаю. Ты скажи, ты кем стал вообще? Нет, нет, я не думаю, что у вас вообще что-либо получится сегодня. Но то, что ты капитан... Да, здесь, конечно, наши подписчики постарались. У вас хотя бы появляются какие-то шансы. Всё равно, чтобы меня победить, вам придётся придумать ого-го сколько всего. Ты думаешь, у нас нет плана? Бургер, у тебя всё готово? Да. Раз, два, три, пошёл! Мега-губка в зале! Вот так вот, понял! Ой-ой-ой, это нехорошо. Вам меня не догнать! Цунами, цунами, используем цунами. Надо как-то отсюда уплыть. Это наш шанс, мы почти поймали его, давайте! Ребята, это чего? Походу, цунами. Отплываем, отплываем, это цунами, давай-давай, справа! Уплываем! Мы всё равно плывём быстрее них. Можно попробовать спрятаться здесь. Ё-моё, ребята! Они так сильно развились! Я вообще недооценивал их. Но мы его уже всё, походу, потеряли. Мне кажется, он где-то рядом всё равно. Давайте поворачивать на базу, а то сейчас темнеет, и ещё монстрыки и вылезут. Вы видели, он вообще цунами запустил. В следующий раз, как мы его увидим, вообще пощады никакой ему. Всё-таки в ближайшие дни, несмотря на действительно сильную прокаченность моей команды, я смог запустить большую часть цунами. Оставалось только последнее. Томатик! За эти дни вы не смогли меня найти. Знаешь, какая у меня способность? Ты мог уже догадаться, не знаю, видел, нет? Ну, одну из способностей я знаю. Ты как трус убегаешь и прячешься там где-то. Зря ты так. Цунами! Ё-моё, бежим, ребята! Ааа, воду! Походу, минус вторая база. Да я так долго строил. Использовав последнее десятое цунами, я перешёл на следующую, шестую стадию. Это был настоящий могущественный кракен! Ха-ха-ха! Ребята, вот теперь-то вы не уйдёте. Настоящее морское чудовище! Использую первую способность. Ха-ха-ха! Офигеть! Такой мощи от десяти стадий я не ощущал давно. Теперь вторую способность? Вы меня просто не найдёте. Уплываем аккуратно отсюда. Вы посмотрите, что с городом стало после цунами. Ну, и наша база тоже пострадала. Нам надо придумать альтернативу. Давайте самое высокое здание возьмём, цунами точно нас не достанет. Ты понимаешь, Бургер, если у нас на самом высоком здании будет база, то Зима нас с любой точки карты, блин, заметит. Давайте тогда без базы. Нафиг она нам вообще тогда нужна? А где ты будешь ресурсы складировать? Где ты будешь... Вообще, ну, надо же хоть передыхи какие-то делать. Ребят, так чё мы тупим? Давайте просто метро осушим и сделаем там базу. Но, омён. Наш ролик десяти стадий начал набирать обороты. По всему нашему Майнкрафт-миру начали происходить землетрясения. И теперь цунами могли появляться сами по себе. В воде появились новые монстры. Бесстрашные и глубоководные. С ними моей команде лучше не сталкиваться. Ведь их сила равносильна моей силе на четвёртой стадии. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы перейти на следующую стадию. У нас снова есть выбор. Заразить одного выжившего всплеском чернил? Или уничтожить засасыванием 50 монстров? Давайте выберем второй вариант. Это будет намного быстрее. Просто посмотрите на это, я становлюсь сильнее. Невероятно. Думаю, вот это возле города метро подойдёт. Главное очистить тут всё от монстров. Лучше мы так с Димоном справляемся, чем с этими рыбами. Ну, они вообще уже изичные какие-то. Поэтому губки в руки и за дело. Ой-ой, смотрите, они осушают территории города. Ладно, это на самом деле немного опасно. Но не думаю, что у них получится осушить огромную часть. Поэтому продолжаем всасывать монстров. И надеяться, что всё-таки они это сделают не скоро. Вы только посмотрите на эти супергубки. Одну поставил. И вот такую она территорию осушивает, конечно, да. Тут уже Зимон точно не проплывёт. И поэтому у меня появилась гениальная идея. Во многих зданиях этого города есть подвалы. Зимон до них не доберётся. Поэтому решил я их залутать. Пока моя команда делает базу в метро. Так, тут проломать надо. Вот ты первый подвал. Рыб здесь, наверное, уже не будет. А сундуки будут. Какое-то копьё алмазики. Ооо, вот это пушка. Я думаю, таких 2-3 подвала залутать. У нас будет миллион ресурсов. Один вон вонючий. Дела у нас не так уж и плохи на самом деле. Мы сделали вот такую подводную базу. То есть, вы представляете, это под водой и под землёй. Я уверен, что мы тут полностью в безопасности. Зимон уже не сможет сюда проникнуть. Давай. Я полутал все подвалы. Нашёл топовый лут. Так что, Зимона, мы уж точно выиграем. У нас есть вот такие пистолеты. Вот такая какая-то лазерная винтовка. И копьё. С этим у нас теперь очень много шансов. Эти рыбы, ребята, мне уже надоели. Но используем способность. Хорошо, давай, 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 давай. Я не знаю, чем там сейчас занимается Томатик и вся моя команда. Но определённо, что мы делаем всё, чтобы перейти на следующую стадию. Ещё одна рыбёшка. Я тебя не боюсь. Следующая стадия. Император морского дна. Когда-то спасательные круги выкидывали в океан. В один момент они образовались в одно целое. И появился этот невероятный монстр. Его две способности очень и очень мощные. Первое. Это призыв радиоактивных рыб. В этот момент моей команде лучше близко не находиться. Вторая способность. Это супер волна. Которая сметает всё на своём пути. Команда выживших. На координатах расположен уникальный лут. Ваш выбор, лутать локацию или нет? Я думаю, нам надо плыть. А если это ловушка? Мы и так проигрываем Зимону. А тут у нас хоть какой-то шанс появляется. Пока что эти 10 стадий являются реально очень крутыми. Знаете почему? Потому что по факту моя команда выживает абсолютно в другом мире, нежели чем я. У меня подводный затопленный мир. Другие монстры. А моя команда на суше. И я даже не знаю. Очевидно, что сейчас они в упадке. Я прям уверен, что они переживают по поводу того, что с ними будет дальше. Это они ещё не видели, за кого я сейчас играю. Так, я что тут заговорился с вами? Давайте искать круги, всё. Вместо того, чтобы унывать, моя команда собралась и сделала невероятное. Они построили абсолютно новую базу в метро. Докрафтили абсолютно все акваланги. И прокачали свои пушки. Мы куда-то подплыли. Там какие-то рыбы. Я таких впервые вижу. А вот этих видел. Давай уничтожаем. Воу, это походу заброшенный самолёт. Томат, иди сюда. Смотри, что в ящике. Чего, ласты? Забираем по одной все срочно. И мы действительно быстрее плаваем. Это нам очень сильно поможет. И я предлагаю плыть мне домой. Хорошо, я собрал, получается, уже 4 спасательных круга. И знаете что? Посмотрите. Кому это рук дело? Конечно, моей команды. Они выстрелили тут стену. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Я постараюсь её сейчас отплыть. Я понял, что эти спасательные круги можно находить просто на воде, в домах и даже на морском дне. Уверен, что на всю карту их больше 15 штук. Но как бы у меня была возможность собрать хотя бы 15. Играя за этого монстра и изучая карту, недалеко от города я встретил затопленный корабль. Никто не знает, сколько сотен лет он тут лежит. Во всяком случае, мне удалось найти много полезных ресурсов. И даже 2 спасательных круга. Ага, этот корабль окружают монстры. Как я и говорил, не все монстры в этом выживании для нас дружелюбны. Так что, судя по всему, придётся сражаться. Давайте способность. Вот эта способность хорошая на самом деле. Отлично. Теперь самое приятное. Сундучки. Мы вас прикрываем, стройте. Томаты, ты там хоть по рыбам попадаешь или нет? Смотрите, вот у нас томатный стоит. Но под водой, особенно в такой мутной, я не думаю, что он уже меня заметит. Цвет воды у нас поменялся, она стала плотнее. Так что, спокойно проплываем, и нам ничего не будет. Офигеть, смотрите, там Зимон. О, давай за ним! В этот раз нельзя упустить! Чё это за монстры вообще? А, что какие-то креветки? Да зачем ты в этих креветок стрелял? Мы Зимона упустили! Да, чё они на меня так смотрели-то? Мне остался последний, у меня уже 14 кругов. Кажется, я его вижу. Отлично, поплыли. Готово! И собрав последний спасательный круг, я перешёл на восьмую стадию. Это была самая настоящая подводная мина. В этот раз мы уже имели 20 хп и две новые способности. Помимо этого, цвет воды в океане поменялся. Учитывая все проблемы моей команды, которые проходили сейчас, у них остаётся мало шансов на выживание. Вы просто оцените масштаб нашей работы. Чё стало с городом? Мы 15 тысяч губок уже поставили. Половина из них даже сам бургер ставил. И это ещё далеко не конец. Вон там я видел дерево, которое мы ещё не лутали. Давайте сходим туда. В принципе, да, давайте сходим. Зимона поблизости я не вижу. Давайте сбрыгнем в воду и пойдём лутать дерево. Чего? Музыкант, ты чё совсем? Как можно было разбиться? Это был буквально единственный блок, об который можно было разбиться. И музыкант каким-то образом на него попал. Итак, проверяем первую способность. Офигеть! Вот это было неплохо. И вторая способность призывает у нас вот маленьких мне подобных. Посмотрите. Окей, это может действительно остановить мою команду. И подкинуть им неплохую ловушку. А вот чтобы перейти на следующую стадию, придётся залутать какую-то локацию. И найти электрическое зелье. Ага, координаты и электрическое зелье. У всех такое же бывает. Ну не увидел, бывает. Чё такого тут? Желаю своей команде успехов. Ведь мы много сделали для того, чтобы выиграть в этих 10 стадиях. И личный совет от меня. Смотрите, куда прыгаете. До этой локации нужно было много проплыть. Поэтому для начала я вернулся обратно к себе домой. И сложил все ресурсы в сундуки. Теперь я был готов отправляться на нужные координаты. Я привык на самом деле, что постоянно везде находится моя команда. Вот, посмотрите, сзади меня. Я думаю, что моей команде надо под водой меня искать. А не пытаться разглядеть с крыш. Так, мы уже подплываем. Ох ты. Судя по всему, это какая-то лаборатория. Смотрите, тут ещё есть ангары. Немного монстров. Ой-ой-ой. Назад-назад-назад. А ну-ка, давайте расставим. Опа, нормально-нормально. Думаю, что монстры мне теперь не страшны. Так, пушка, железо и какие-то непонятные микросхемы. Инструменты, блоки, броня. Окей, броня неплохая. Да, можно, наверное, даже поменять. Так, а самое главное, это вот это вот здание лаборатории. Вот только есть один момент. Как я туда попаду? Чтобы попасть внутрь, крышу пришлось ломать. Так, всё, под водой блоки копаются очень долго. А вот и оно, посмотрите, электрозелье. Что будет, если мы его выпьем? Как только я выпил зелье, я перешёл на девятую стадию. Это была электрическая акула. Помимо этого, уровень воды очень серьёзно поднялся. Теперь моей команде нужно было быть ещё аккуратней. И да, я забыл вам рассказать самое главное. На этой стадии абсолютно вся водная поверхность электролизована. На этой стадии моя команда больше не сможет касаться воды. А попытки меня поймать превратятся в настоящую охоту за акулой. Внимание, Зимон перешёл на новую стадию. Вы не можете касаться воды, потому что она электрозована. Единственный выход, это крафт лодок. Крафт в верстаке. Знаете, ребят, у нас есть одна небольшая проблема. База-то находится под водой. Как у меня с собой верстак? Ну давай ставь, что стоишь тогда. Давайте посмотрим крафт в лодке. Ох ты ж, ё-моё. Нам в любом случае надо попасть на базу. Я даже не буду строить напряжение, чтобы перейти на десятую стадию. И, кстати говоря, последнюю. Нам нужно укусить одного выжившего способностью. Способность у нас первая. Она делает электрический укус. И сейчас я собираюсь во что бы то ни стало отправиться туда, к моей команде. И это сделать. Я не знаю, получится у нас это или нет. Если вы в меня верите, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк за весь контент, который мы вам сегодня завезли. Вот и наше метро. Как раз-таки там лежат наши все ресурсы. Каким образом мы будем туда заходить? Давайте попробуем осушить туннель и спуститься по нему. Это займёт очень много времени. Нам надо какую-то альтернативу. Чё париться? Вот так делаем и всё. Ну, как вариант. Окей, давайте спускаться. Простраиваемся в наше метро и забираем ресурсы для лодки. Мы сейчас с этими кораблями просто Зимона уничтожим. Самое главное, чтобы у нас были ресурсы. Есть хорошие новости. Походу мы сможем сделать каждому лодку. Я думаю, это лучше, чем одна. Ну что ж, поехали искать Зимона. Эти лодки мне вообще не дают никакой безопасности. Главное, смотрите под воду. Где угодно может сейчас Зимон находиться. Бургер, если мы сейчас увидим Зимона, не подавай виду, что мы его боимся. Просто делай вид, что мы суперсильные, окей? Хорошо. Смотрите, вот она моя команда. Какая же стадия нас ждёт последней? Спокойно, спокойно моя команда. Эти 10 стадий для вас оказались нелёгкими. Но кто может помешать морским монстрам? Вон слева Зимон. Офигеть, это что такое? Это акула, что ли? Стреляй, стреляй, стреляй. Он уходит, он боится, походу. Бургер, за ним, давай, 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 давай. Давай, 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 не отстаём. Да что ж, эта лодка такая неуправляемая. У них появились какие-то новые лодки? Они все на этих лодках? Эм, возможно, это им даёт небольшое преимущество, чтобы меня догнать. Не знаю, насколько им хорошо сейчас видно меня под водой. Мы с вами прошли уже столько разных стадий. По факту остаётся самый финальный рубеж. Вот это было больно. Хорошо, давайте немного притаимся. И чё, я где он? Да это под воду, походу, делается. Блин, вот это вот ожидание самое страшное. Непонятно где он, чё он делает и так далее. Так, давай, 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 давай. Есть, есть. Томатик был укушен. Аааа, ё-моё. Чего? Это чё? Это чё было? Ты живой? Да, пошли наверх, у меня есть план. В этот же момент моей команде стоило разъехаться куда подальше. Ведь я превратился в десятую и финальную стадию. Это был невероятно огромный и могущественный Ктулху. Уоу. Смотрите, чё тут стоят. Тут вертолёты какие-то. Садимся. Чего? Ты серьёзно? Это кто там? Ктулху. Уоу. Посмотрите на них. Они на каких-то непонятных вертолётах-самолётах. Отойдите. С этими торнадо у них как будто бы вообще нет вариантов выжить. Аккуратнее, не подлетайте близко. Я в смерть попал, нет. Ааа, выруливаю, выруливаю. Стреляю. У-у-у-у. Вот так должна выглядеть настоящая десятая стадия. Учитывая, что они используют свои самолёты-вертолёты, это немного раздражает. Фиг попадёшь. Как мы его побеждать будем? Я даже, я не даже не представляю. Дождь пошёл, ребята. Я даже не понимаю, что происходит на экране сейчас. Просто молнии какие-то. Ааа, смотрите, бургер. Бургер минус. Мы сейчас прям держимся очень, я вам скажу, хорошо. У нас полные сердечки. Бургер уничтожили. Их осталось двое. Их осталось двое. И прямо сейчас по одному из них я пытаюсь попасть. Томатик, что ты придумал? Нет, 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 нет. Данёк, давай губки спам. Давай ещё одну. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Мы смогли. Абсолютно внезапно и неожиданно, как для меня, так скорее всего и для вас, сегодня побеждает моя команда. Я бы сказал, что для них это были одни из самых тяжёлых десяти стадий. И я считаю, что сегодняшнюю победу они точно заслуживают. Но, конечно же, я всё-таки намеревался выиграть. Окей, Томатик, знаешь, да, конечно, вы молодцы. Я скажу вам, что вы действительно постарались. Я не знаю, что ты там использовал в конце. И почему у меня так начали снижаться хп. Ну, а как ещё? Мы всё-таки с Даньком смогли тебя побороть. Я считаю, что такой эпичный ролик заслуживает вашей подписки на наш канал. И обязательно поставьте нам лайк. На этом всё. С вами был Зимон и его команда. Всем удачи. Пока. Пока.